Новые самолеты в строю. Самолеты ТВС-2МС выходят на линию. Утром стартовал первый рейс на Каратайку. Проезд разрешен. В Наринмаре стало одной дорогой больше. 1750 метров дорожного полотна соединили центральную часть города с новым микрорайоном авиаторов. В Ненецком округе наблюдают на тенденции к снижению миграционной активности, сообщили в ходе заседания антитеррористической комиссии. С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Новый самолет ТВС-2МС сегодня отправился из аэропорта Наринмара в Каратайку. Как сообщили в Наринмарском объединенном авиаотряде, воздушное судно вылетело практически с полной загрузкой. Авиабилеты на рейс в Наринмар приобрели 10 пассажиров. Наринмарский объединенный авиаотряд закупил два самолета в лизинг. В мае они прибыли в аэропорт базирования. Несколько месяцев проходила процедура сертификации самолетов. На сегодняшний день все необходимые документы для осуществления перевозки пассажиров новыми самолетами получены. Как пояснил руководство авиаотряда, самолеты планируются использовать по принципу аэротакси. Они будут выполнять не менее двух рейсов в день. Прежде всего, технику задействуют в перевозке пассажиров на дальние маршруты – на восток и запад округа. На днях ТВС-2МС вылетит в Харуту. Ожидается, что наиболее востребованными рейсы станут среди жителей Неси, Шойны, Каратаки, Усть-Кары и Амдермы. В перспективе перевозки жителей округа на межрегиональных маршрутах. Проезд разрешен. В Наринмаре состоялось официальное открытие новой автомобильной дороги, соединяющей улицу Пионерскую с новостройками на Сущинского и Швецово. Теперь сообщение с микрорайоном авиаторов станет намного удобнее. Чтобы попасть к себе домой, водителям не придется искать обездные пути. Ровно 1750 метров дорожного полотна. В Наринмаре стало одной дорогой больше. Новая транспортная артерия соединяет центральную часть города с новым микрорайоном авиаторов. Первыми ввод в эксплуатацию оценили водители. По официально открытой дороге проехали мотоциклисты и дорожная техника. Символично, что контракт на строительство дороги с предприятием «Дориемстрой» был заключен ровно два года назад, 26 сентября 2014 года. Таким образом, новая транспортная артерия стала первой городской дорогой, которую сдали ровно в срок. Огромное спасибо нашим строителям, подрядчикам. Это, наверное, числение многих объектов, которые сдаются в срок, достаточно неплохим качеством. И это результат совместной работы всех заинтересованных структур. Строительство дорожной инфраструктуры обошлось Наринмару в 149 миллионов рублей. По словам Александра Гончарова, параметры новой автомобильной дороги соответствуют всем нормам и стандартам. У нас претензий нет. Ну и необходимо отметить, что гарантия 5 лет. То есть до 1 сентября 2021 года. Если будут какие-то просадки, то, конечно, будут устранять. Если там где-то будут асфальт цепаться, естественно, будут устранять. А так вот я могу сказать смело, бордюрный камень стоит здесь теперь, намертво, так как он должен быть. В октябре руководство Наринмара планирует ввести в эксплуатацию еще 1350 метров дороги. Полярная Рыбников – Рыбников с подъездом к центральным очистным сооружениям. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Наринмаре завершен третий этап строительства Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Третий этап включал в себя строительство комплексного здания поисково-спасательного, а также устройство двух пожарных резервуаров. Согласно заключению приемочной документации, построенный реконструированный объект соответствует всем требованиям технических регламентов и проектной документации. В целом, строительство Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра осуществлялось в несколько этапов. Первый проходил в 2011 году, второй – в 2012-2013 годах. После завершения строительства третьей очереди, центр представляет собой специализированный комплекс, состоящий из здания аварийно-спасательного центра, пожарной части, здания поисково-спасательной службы с гаражами для легкого автотранспорта на 12 единиц техники, ангара для маломерных судов, поисково-спасательной службы и государственной инспекции маломерных судов, причала на 16 стоянок, площадки для зимнего хранения, катеров, стоянки для автомобилей, пожарных резервуаров. Кроме этого, на территории центра размещается модульная газовая котельная и резервная дизель-генераторная установка. Ледяные ветра, переменчивая погода и вечно волнующиеся Северное море, неотъемлемые спутники Ненецкого округа и прилегающие к нему тундры. Именно поэтому жителям округа, в особенности рыбакам и охотникам, нужно быть всегда, что называется, на чеку. И помнить, что даже малая доза алкоголя снижает бдительность во много раз. Отправляясь на рыбалку или охоту, стоит помнить, что и река Печоры, и побережье, и тундра – это место необитания людей, это территории, где возможны различные катаклизмы и где могут встретиться дикие звери. Поэтому у человека должна быть зона личной ответственности. По статистике мы посмотрели за последние 2-3 года, да в принципе и все время так было. У нас из всех поисковых работ, ну 90% наверное, и пропавших, и тех, кого находим, и тех, кого спасаем, и тех, кому помогаем на реке, там у кого-то мотор сломался, ну в состоянии такого, или легкого, или тяжелого алкогольного пенения. Ни в коем случае алкоголь, он не уменьшает риски, он его кратно увеличивает. И реакция человека на то, что происходит, она замедляется. И реакция на то, как действовать в каких-то создавшихся, она тоже замедляется. Поэтому это повод сказать, что берегите себя. И мы сколько раз уже обращались и к родственникам, которые присутствуют и при сборах, там, на вот эти охоты, рыбалки. Вообще присутствуют в жизни наших рыбаков, охотников. Берегите своих родственников. И тем не менее, люди продолжают пропадать. Так, 17 сентября в районе Урдюжского озера в Коткино пропал Максим Безумов, 1980 года рождения, о чем родственникам стало известно в понедельник, 19 сентября вечером. Три дня местные жители искали пропавшего своими силами на лодках и пешком. Во вторник утром родственники обратились с заявлением в поисково-спасательную службу и в УМВД. Первый день спасателей был потрачен на проверку информации от родственников и местных жителей, которые во время поисково-спасательных мероприятий видели костер в 10 километрах от места пропажи. На следующий день Ан-2 осуществил аэровизуальный поиск, да, то есть пролетел над речкой Урдюжской. Виска Урдюжская, да, пролетел. Когда шел по заданию, да, и обратно, то есть он просмотрел виску. Работал вертолет, вот красным цветом обозначено, тоже вот. Всю вот эту вот, всю площадь, где он мог находиться. Здесь, в принципе, видимость очень хорошая. Здесь тундра и лес появляются только по берегам озера и по берегам вот маленьких ручьев и речушек. На сегодняшний день поиски пропавшего Максима Безумова продолжаются. Более 4 миллионов рублей такая сумма штрафов наложена на нарушителей законодательства в сфере миграции. Всего с начала года сотрудники УМВД провели около 300 контрольно-надзорных мероприятий в рамках работы по противодействию незаконной миграции. В результате привлечено к административной ответственности 127 граждан, 62 должностных лица, 9 юридических лиц. Из общей суммы наложенных штрафов заплачено уже порядка 1 миллиона 200 тысяч рублей. В целом, за 8 месяцев 2016 года миграционная ситуация на территории Ненецкого округа оставалась стабильной. Об этом сообщил замначальником УМВД России по Ненецкому округу Александр Огрызко в ходе заседания антитеррористической комиссии. По его словам, в округе наблюдается тенденция к снижению миграционной активности. Всего на миграционный учет в этом году по месту пребывания поставлено более 2,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Это меньше на 9,2% чем в прошлом году. Основная часть миграционных потоков в Ненецкий округ – сезонные трудовые мигранты. Почти 96% мигрантов приехали в регионы стран СНГ. Причем такая тенденция сохраняется на протяжении последних пяти лет. Всего в 2016 году трудовыми мигрантами оформлено 375 патентов. Сумма поступившего в бюджет налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за приобретение патентов в текущем году составила порядка 13 миллионов 300 тысяч рублей. Старшеклассников поселка Красное на знании нефтяной отрасли проверили нефтяники Лукоэл Коми. Хорошие книги в хорошей компании, различные литературные жанры и эпохи встретились на чемпионате по чтению слух. Нефтяники Лукоэл Коми определили лучших умников и умниц в викторине на знании нефтяной отрасли среди старшеклассников поселка Красное. Как признаются организаторы, такие творческие встречи они проводят для того, чтобы привлечь внимание ребят к основному направлению в развитии экономики региона, нефтегазодобывающей промышленности, а также найти среди выпускников достойных кандидатов будущих работников компании. Кто смог разобраться в баррелях и получить главный приз от нефтяной компании, расскажет Любовь Пермякова. Но так как на территории нашего округа работает компания Лукоэл Коми, то мы решили провести у вас викторину «Покажи свои знания». Александра Рочева, ведущий специалист Центра общественных связей Лукоэл Коми, дает старт нефтяной викторине. Время на ответы ограничено, всего 30 минут. За полчаса старшеклассникам нужно ответить на 24 вопроса, связанные с основами нефтегазодобывающей отрасли, деятельностью компании Лукоэл и его дочернего предприятия Лукоэл Коми на территории округа. Тишина в классе стоит как на экзамене. Видно, ребята волнуются, несмотря на то, что вместо оценок за знания им будут ставиться баллы. В числе первых, кому удается справиться и с волнением, и с заданиями юбилейной викторины – ученица 10 класса Марина Самсонова. Спортсменка, умница, красавица. Девушка учится на отлично, увлекается волейболом, 9 лет занимается танцами в коллективе «Северок», мечтает стать экономистом и работать в нефтяной компании Лукоэл Коми. Поэтому о деятельности будущего работодателя знает не понаслышке. Большинство я знаю. По географии мы изучаем наш край. Нам рассказывали информацию. А какой вопрос самый легкий, например? Который сразу написал. Лукоэл ООО или ТТП. Название. Наринмарского. Кроме вопроса о структурном подразделении, который осуществляет добычу нефти в Ненецком округе, были вопросы и посложнее. Например, во сколько оцениваются мировые извлекаемые запасы нефти? Какой населенный пункт в НАУ назван в честь работников, занимающихся поиском и добычей полезных ископаемых? Или в каком из регионов находится единственная в мире нефтяная шахта? Но даже на эти вопросы большинство ребят-старшеклассников ответили правильно. Среди них Марина Петрова. Знала, потому что мы участвовали в конкурсе «Умницы и умники». И как раз была эта тема. Мы готовились с 11-м классом, чтобы поддержать нашего представителя. И получается, что знали. Но если живем в округе, то, мне кажется, нужно знать. Кстати, Марина Петрова стала победительницей конкурса среди 11-х классов. Нефтяным знатоком среди десятиклассников стала Софья Власова. Они получили заветные дипломы и памятные подарки. Специалисты «Лукойл Коми» надеются, что в будущем девушки пополнят ряды молодых специалистов в нефтяной компании. Именно поэтому общение с потенциальными нефтяниками сотрудники компании начинают проводить уже со школьной скамьи. В рамках дней «Лукойла» в школах, которые проводятся в честь 25-летия компании, проходят классные часы, экскурсии, тематические игры и конкурсы рисунков. Стоит отметить, что компания «Лукойл Коми» оказывает также и материальную поддержку окружным учреждениям образования. На средства нефтяников в свое время было закуплено специальное оборудование для профильных кабинетов и лабораторий. Имеет отношение «Лукойл Коми» и к большинству социально значимых объектов Ненецкого округа, среди которых и особая гордость окружной столицы, лучший в Заполярье детский сад «Семицветик». Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Открой рот! Отборочный тур чемпионата по чтению вслух под таким названием прошел в Наринмаре. По правилам соревнований участники, так называемые «читчики» в течение одной минуты должны грамотно и артистично прочесть заранее выбранные организаторами отрывки из книг, которые они видят впервые. Это может быть как классика, так и современная литература разных жанров, или даже инструкция к стиральной машине. Чемпионат по чтению вслух в Наринмаре состоял из четырех раундов. В первом каждый из 25 участников декламировал незнакомый для себя отрывок из произведения русской литературы. Вот ведущий, он же создатель чемпионата, дает старт «читчику» и засекает ровно одну минуту. «Да, — сказал Козлов, притряхивая ногой, — она очень испугалась, — еще бы, но сообразила, что бежать ни в коем случае нельзя. Это все же она сообразила. Но тут хулиганы подошли ближе и начали в ухо громко свистеть. Они думали оглушить ее свистом, но из-за этого ничего не вышло, так как она как раз на это ухо была глуха. Тогда один из хулиганов шваркнул ее палкой по ноге, но из-за этого тоже ничего не вышло, потому что как раз эта нога была у нее еще пять лет назад тому ампутирована и заменена протезом. Хулиганы даже остановились от удивления». Удивлялись, хихикали и даже хохотали. Эмоции участников и болельщиков зашкаливали. Мастерство чтецов по шестибальной системе оценивала авторитетное жюри. Председатель жюри Сергей Никулин, сам режиссер и диктор, похвалил участников за то, что решились выйти на сцену. По его словам, решиться прочесть вслух новый для себя текст – это подвиг. «Поэтому вы очень большие молодцы. Дело в том, что когда даже в студии садишься писать текст, и если только тебе его принесли, это всегда очень сложно. И до этого нарабатываешь. И если даже… здесь даже бывает, профессионализм мешает, потому что ты стараешься произнести его хорошо, качественно, донести, и тут начинаешь в уме сразу же парить. Не буду вам дальше подсказывать». Чтение вслух – давняя традиция. Соревнование по красивому чтению придумал новосибирец с литературной фамилией Михаил Фаустов в январе 2011 года после открытия книжной лавки «Собачье сердце», чтобы привлечь внимание читателей. Позже к чемпионату присоединились и другие города. Так он стал всероссийским. А столица Ненецкого округа стала 103-м городом только за 2016 год. «Цель очень простая, чтобы хорошие люди собирались вместе, как можно чаще читали друг другу хорошие книжки. Это вот самая главная цель». В этом году проект получил поддержку посольства Великобритании в России. По причине совместного года литературы Великобритании и России шесть финалистов читали сонеты Шекспира. Книгу с сонетами британского классика, на которой оставляют подписи победителя отборочных туров, Михаил привёз с собой. «Сборник сонетов Шекспира в переводе Александра Финкеля, который ездит по стороне, он весь уже истрепался, потому что пятьдесят городов он проехал. И, в общем-то, там как раз на Форзуце расписываются победители каждого города. Она вся уже исписана. Сегодня, я так думаю, что шесть человек доберутся до Шекспира. Но до Шекспира добраться – это отдельное удовольствие». Победителем отборочного тура в Наринмаре стала наша коллега Надежда Литкова. Она получила книжный приз, а также возможность принять участие в финале конференции «Север» в Архангельске и в случае успеха будет представлять Наринмар в финале России в Москве. Около сотни личных хозяйств из 17 населенных пунктов региона приняли участие в смотре «Чистое подворье». С мая по сентябрь члены жюри оценивали творческое оформление участков. Завершением конкурса красоты для присадебных участков стало награждение победителей во Дворце культуры Арктика. Впервые смотр «Чистое подворье» был организован 17 лет назад. Главным критерием оценки огородного состязания стал творческий подход к оформлению участка. Оценивались также урожайность, наличие домашнего скота, ландшафтный дизайн участка, состояние фасада. В этом году впервые конкурс проводился в региональном масштабе. Красоту своих хозяйств продемонстрировали и сельские жители. «И каждый видит из нас, действительно, как вы трудолезривы, как вы можете выращивать то, чего, в общем-то, в заповерии расти не должно, по природе посвящей. Спасибо вам за это. Спасибо за то, что вы неравнодушны, спасибо, что вы откликаетесь на все, что вы активны. Я думаю, что наш климат суровый, экстремальный нас всех сплачивает, и это хороший движитель для нашей дружбы, для нашей активной жизни». Полюбоваться на красоту приусадебных участков смогли все желающие. В фойе Дворца культуры Арктика, региональное отделение Союза пенсионеров России организовало фото-выставку, а участники конкурса продемонстрировали свой урожай, собранный на своих придомовых участках. В Наринмаре финишировал ежегодный традиционный тур слюд школьников «Золотая осень». Школьные команды из Наринмара, искателей Красного и Тельвиски в походных условиях продемонстрировали свои навыки. Только самые сильные и выносливые в Наринмаре финишировал ежегодный традиционный тур слюд школьников «Золотая осень». На территории Центра арктического туризма школьные команды из Наринмара, искателей Красного и Тельвиски продемонстрировали навыки походной жизни, умение работать в коллективе, знания родного края и творческие способности. Программа тур слёта началась с 10-километрового похода. Затем обустройство лагеря на территории Центра арктического туризма и участие в творческой программе, где каждая команда представила свою визитную карточку, а капитаны сразились в звании лучшего. На второй день ребята показали умение ориентироваться по азимуту и попробовали себя в роли пожарного. Всего в турслёте «Золотая осень» приняло участие 9 команд. Одна из них – команда села Тельвиска. Готовиться к турслёту начала ещё в прошлом году. Трудная задача выпала и на организаторов турслёта. Определить победителя оказалось непросто. Каждый показывает в какой-то определённой сфере. У кого-то лучше получаются туристские навыки, у кого-то лучше творческая программа, кто-то находится в серединке, но при этом он выходит в лидеры. Сегодняшний день, конечно, будет достаточно такой серьёзный и решающий, но самое главное, что кто здесь лидер – сами дети. По итогам турслёта «Золотая осень» третье место у команды четвёртой школы, второе – у посёлка Красное и золото себе забрала первая школа.